Приветствую вас. Давайте мы с вами разберем ваш текст, который вы написали. Разберем вашу проблему. Вы пишете, что в последнее время у меня появилась какая-то зависимость от вещей, точнее от их отсутствия. Здесь сразу хочется сказать следующее. В последнее время это когда? Ну конкретно. В последнее время конкретно. Это когда? То есть было видимо, ну когда-то видимо было иначе, когда-то видимо было по-другому, а сейчас вот сложилось так. То есть сейчас получилось так. То есть что-то произошло и вы стали чувствовать вот эту самую потребность, зависимость от вещей. То есть что-то произошло. Ну так соответственно нужно определить иначе, какое событие повлияло на вас. Если вы говорите, что раньше была такая история, что вы не могли себе ничего купить, да, и сейчас вы, ну сейчас более-менее, более-менее нормально, но вы хотите купить себе всё сразу. А все сразу купить не получается. Что соответственно вид, скорее идёт стыд, стыд. Стыд от того, что я бедный, да, и не могу там ничего себе позволить. Ну если, если так вот посмотреть на ситуацию. То есть стыд это что такое? Стыд от сравнения себя с другими. Ну а тут вот у них есть что-то, у меня нет. У них что-то имеется, а у меня нет. Вот что такое соответственно стыд. И я полагаю, что здесь конечно очень важно с этим разобраться. То есть откуда и каковы источники вот этих вот ваших переживаний. Стыд, откуда он, сравнение себя с другими, откуда и так далее. Поймите, что здесь вот следует так сказать, ну хотя бы теория расстановка, да, если вот расстановка делать. Что это не вы себя следите. Это следит кто-то из ваших родных. Это обвиняющий и критикующий внутренний голос. Который принадлежит естественно не вам. А который принадлежит ну кому-то другому. Например, это может быть, допустим, ну я не знаю, это может быть ваш, например, родитель. Да? Это может быть какая-то еще фигура. Фигура. Ну тоже родительская. Все родительские. Родительская фигура. Вот. Понимаете? Какая история. Нужно просто увидеть причины. Увидеть источники. Источники такого, такого мышления. У вас. Вот. Ну и. Дальше. Все сразу все купить не получается. Покупаешь что-то на текущее время года, а на следующие уже не хватает. И получается опять без вещей. Вы знаете аноним, если честно, не очень мне понятна подобная постановка вопроса. То есть, что значит сразу все купить не получается. Начнем, пожалуйста, с того, что вы и не должны сразу все покупать. То есть, вещи, вещи, например, не на сезон, да, вещи не на сезон, покупаются постепенно, так сказать, последовательно, по мере, ну скажем, появления денег. Да? Вот. То есть, ни в коем случае, ну, нельзя купить сразу все вещи. Вот. Здесь у вас организация, организация ваших действий, ваша организация, собственно, того, что вы делаете. Вот. Ну да, это в прикровке. Как мне кажется. Потому что что-то вы делаете не так. так. Это очевидно. Что-то вы делаете, ну вот, не совсем верно. Так. Вот. Что именно вы делаете не совсем верно, сказать сложно. То есть не совсем верно, а, например, ну, допустим, планируете свои финансы, ну, может быть, не совсем верно распоряжаетесь своими средствами, своим временем, может быть, не доверяете себе, ну, вот, в силу, опять же, того же стыда, например, да? Вот, да, возможно, возможно и так, возможно и так, понимаете? Но что конкретно, что конкретно? Ага, что конкретно? Нужно разбираться. Вот. И всё. То есть тут нужно смотреть, именно, что конкретно является вашей проблемой. Дальше. Эм, так, поняла, что сейчас нечего, во всех бюджетах хожу в зеркало. Так, а раньше-то вот вы что делали? Вы не говорите, что с бюджетом у вас всё нормально. Ну, именно, ну, именно с бюджетом. Вот. Так и, соответственно, что мешает? Покупать вещи заранее. Подумайте на эту, на эту тему. Вот. Вот. Вот то, что я могу сказать. Дальше. Эм, так, у меня прям паника какая-то. Эм, паника от... От чего? Паника. Да? Вот. Ну, паника в чём конкретно. Наверняка же вы можете как-то выделить. Эм, это паника. Что вызывает у вас это, это чувство? Вот. Ну, чувство паники, я думаю. нужно выбирать этот тоже. Паника — это, эээ, как правило, страх. Вот. Так что, здесь тоже нужно смотреть и исследовать. Понятно, да? Я надеюсь. Так, дело даже не в деньгах, а в том, что не успеваю купить и хорошо не по погоде. Значит, ну то, что вы не успеваете, очень похоже на противовес. Очень похоже на противовес. По силу терапевт. По силу терапевт. Подпиши. Вот. А я, конечно, опять же, опять же, я, конечно, не знаю. Как обстоят дела. Вот. Но, такое бывает очень часто. Очень часто бывает так. Когда люди пытаются спешить, вот. А в действительности они, ну, по большому счету, только лишь опаздывают. Только лишь тормозят. Вот. в ситуацию. И мне кажется, что эта история, опять же, ну, про вас. Может быть. Вот. будет. Так что, нужно смотреть. Нужно смотреть. Нужно исследовать. Как и почему вы, ну, вот так себя ведет. То есть, я, опять же, да, не думаю, что это все, как бы случайно. Да. Вот. Я не думаю, что это случайность, случайность. А, я думаю, что это, скорее, закономерность, чем здесь. Вот. Поэтому, соответственно, давайте в этом направлении тоже с вами подумаем. Вот. Ну, и, соответственно, никакого запроса вы не задаете. А, кроме только того, что обозначаете проблему выбора. Это есть, а, проблема выбора у вас. То есть, вы не можете сами выбирать. Да, вот вы говорите, не умею выбирать. Вот. А, но если вы не умеете выбирать, тогда не совсем понятно, по какому принципу вы одеваетесь. И, что насчет вашего стиля там и так далее. А, если вы не можете выбирать, не умеете выбирать, то вполне возможно, что вы не доверяете себе. Вот. Понимаете? И, если вы не доверяете себе, то это уже довольно серьезная проблема. Вот. Ну, в которой тоже можно работать и, которые, соответственно, тоже решают. Вот. То есть, проблема выбора – это проблема приоритетов. и доверия себе. То есть, раскрытие собственных чувств. Вот. Обращайтесь ко мне или к любому другому психологу. Мы вам поможем. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.